Музыкальность – это вообще сложное понятие. Это ведь не значит, что он, допустим, очень понимал музыку. Хотя вот Губай Дулина и Сильвестров были его любимыми композиторами. Но вся поэзия насквозь музыкальная, она настолько музыкальна, что ему даже не требуется музыки для неё. Но вот я думаю, что Лёша как-то тоже продолжил, он стал музыкантом. Это какой-то стержень есть такой музыкальный в самом, в фамилии всей. Да, если Лёша работает не со словом, работает со звуком, с музыкой, то здесь просто поэзия невероятно музыкальная. И это особое ощущение вообще слова как музыки, что было очень забавно, он совершенно не понимал анекдотов. И ужасно стеснялся этого, потому что ему казалось, что человек, не понимающий анекдотов, какой-то неполноценный человек. Поэтому когда кто-нибудь ему говорил, Геннадий Николаевич, а вот вы слышали анекдот? Он начинал хохотать ещё до первого слова. Он жутко смеялся. И у нас был смешной эпизод, мы его, к сожалению, не сняли, потому что вот уже отснялись, всё упаковали. И с нами был звукооператор и супертехник Паша, рассказчик анекдотов такой, один из самых знатных. Геннадий Николаевич говорит, «Пашечка, Пашечка, ну расскажи анекдот, ты хотел рассказать анекдот». Он говорит, «Дайте, Геннадий Николаевич, сейчас». Ну, Геннадий Николаевич сразу захохотал. И Паша рассказал очень неприхотливый анекдот. Светофор. Останавливается на светофоре крутая машина, там бык такой сидит и переходит на светофор старушечка. А впереди колодец открытый. И этот парень высовывается, а слов нет у него. И он говорит, «Бабка, это ты!» Опа! Геннадий Николаевич захохотал невероятно. Но тут на его несчастье входит соседка деревенская Люда. Строгая очень. Люда спрашивает, «Чего это вы хохочете тут?» Я говорю, «Людочка, садись». «Здесь Пашечка рассказал, такой анекдот замечательный, такой анекдот». Ну, сказала Люда, «Мы ждем». Говорит, вот понимаешь, да? Вот человек, богатый человек, богатый, на машине дорогой. Но он добрый, добрый очень человек. Да, хороший такой человек, да, хоть и богатый, богатый. Но бывает, Людочка, так. Ну, говорит Люда, пока не смешно. И бабушка идет, бабушка маленькая такая, маленькая, слепенькая, не видит ничего, идет. Ну, и тут Геннадий Николаевич делается такое лицо, белое, почти предоборочное, потому что он понимает, что дальше он не знает, что рассказывать. Он говорит, ну, понимаешь, вот такой богатый, вот бабушка. Ну, говорит Люда, где смешно-то? И он так отчаянно говорит. И он говорит, опа, опа. Чего опа-то, говорит Люда, чего опа-то? И он так делает пазуха. Ну, бабушка к нему в машину села. Он говорит, опа, опа. Люда говорит, ну, и не смешно. И ушла. И он так растерянно смотрит на нас, потому что мы уже все валяемся. Говорит, а что, что-нибудь не так, да? И вот на все анекдоты он говорит, потому что анекдот – это совершенно другая логика, это совсем другая языковая структура. Он ее не воспринимал абсолютно. Она вне музыкальная, эта структура. Она скорее логическая, да? Она использует вообще, может быть, другую сторону мозга нашего. Но, во всяком случае, в ней нет никаких ассоциаций, ничего. И он это слово не слышал. Вот. Хотя ужасно хотел понять, о чем это они все смеются. И поэтому смеялся. Да-да-да. И поэтому смеялся вместе со всеми. Спасибо. 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 Спасибо.